добрый день я приветствую всех на канале 8 суток и сегодня хочу рассказать вам об агротехнике выращивания сверхострых сортов перцев а в удобрениях когда и какие удобрения следует применять и в конце я покажу вам что бывает с перцем который попал на открытое солнышко чем же кормить наши перцы если мы их выращиваем в горшках либо выращиваем в открытом грунте рассады я выращиваю не подкармливая первые подкормки вношу только когда пересаживаю перец либо в горшки либо открытый грунт это у меня идут первые подкормки так как я рассаду выращиваю почве с добавлением гумуса эта почва очень и очень питательная и для формировки полноценного куста всех питательных веществ вполне хватает первые подкормки я жира я начинаю только после того как пересаживаю растения уже непосредственно в открытый грунт либо пересаживаю большие горшки для дальнейшего их него роста как бы на постоянное место жительства и так давайте сейчас разберем с вами два вида удобрений это будет у нас минеральные удобрения и органические давайте наверно сначала чьем минеральных удобрений с комплексных минеральных удобрений я расскажу вам какие удобрения для чего подходят итак первую подкормку мы будем проводить с вами через 15 дней после того как мы пересадили с вами растения в горшки либо высадили в открытый грунт проходит 15 дней растения наши адаптировались и мы должны будем нести первый подкормку первую под подкормку мы будем проводить комплексными минеральными удобрениями с формулой 13-40-13 13 это азот 40 это фосфор и 13 калий это подкормка подходит для растений который будет высажен в открытый грунт перцы если же вы хотите подкормить перцы которые растут у вас в горшках эта формула не подойдет нам понадобится формула 6 24 12 6 азота 24 фосфора и 12 калия перцы которые находятся в горшках для них конечно желательно поменьше азота почему потому что растения очень быстро начинают свой рост очень большое количество будет на них пасынка листья будет как лопухи и россии не начнет притягиваться и в конце концов это уже будет не растение это уже будете на ли она так в этом году и не дождетесь от нее плодов так что надо азота применять как можно меньше вторую подкормку мы будем с вами проводить в начале цветения когда наши перчики начнут выбрасывать цветоносы мы будем применять удобрения для открытого грунта это будет 15 5 30 15 азота 5 это у нас будет фосфор и 30 калия в этом удобрение больше всего здесь у нас калия калия отвечает за цветы за цветение и за подношение в первом у нас было больше всего фосфора фосфор это стимулятор корню корнеобразования увеличение корневой системы и третий третью подкормочку мы будем носить уже когда наши растения начнут плодоносить здесь формула у нас идет 3 11 38 эта формула подходит как для горшочных культур для горшочных этих самых перцев так и для открытого грунта давайте еще раз повторю какие удобрения когда применять итак 1 подкормочка 13 40 13 это подходит для всех растений которые растут в открытом грунте и для горшочных 6 24 12 1 13 40 13 чем подходит для перца который выращивается в горшках и которому уже более двух лет так как укусы расформировался он жаровать не будет так что первая формула подходит для растений которые больше двух лет вторая подкормочка 15 5 30 это для открытого грунта и для горшочных 5 10 25 и третья подкормочка 3 11 38 это все комплексные удобрения если у вас нет возможности купить комплексные минеральные удобрения вы можете их составить сами для этого нам понадобится азотные фосфорные калийные удобрения среди азотных мы будем возьмем с вами это мочевина карбамид супер фосфат обыкновенный ну и возьмем сульфат калия калийные удобрения так как же нам составить с вами удобрения чтобы наши растения в открытом грунте росли хорошо хорошо подоносили мы для начала для первой подкормки это подкормка через 15 дней после высадки мы будем с вами применять на 10 литров воды надо взять две чайные ложки карбамида это мочевина и две чайные ложки суперфосфата суперфосфат это где-то получится 10 грамм суперфосфата и этот раствор носить по одному литру под куст вторую подкормку мы можем сделать 1 чайная ложка сульфата калия 1 чайная ложка карбамида и две столовые ложки суперфосфата это 434 грамма суперфосфата тоже по одному литру под куст и третью подкормку мы можем внести это две чайные ложки суперфосфата и две чайных ложки сульфата калия тоже по одному литр под куст ну лучше конечно все эти удобрения носить раздельно почему потому что примеру сульфат калия он не любит когда его смешивает суперфосфатом проходит химическая реакция все это дело разлагается на химические составляющие и как бы в пользу от этого не будет лучше все вносить в раздельно самое первое что вносится в почву это вносится калий сульфат калия сульфат калия как же его вносить первая подкормочка берем на первую подкормку 20 грамм калия сульфата калия разводим 10 литрах воды и по пол литра проливаем под каждый куст через три или четыре дня мы должны пролить с вами мочевиной берется две чайные ложки мочевины разводится 10 литрах воды и опять же под куст по пол литра вливаем и опять же через четыре или три дня делаем третью подкормку это же будет нас фосфорное удобрение 20 ложек суперфосфата обычного мы заливаем с вами трех засыпаем трех литровую банку и заливаем тремя литрами кипятка вот такой раствор у нас остается в течение двух или трех дней потом берем 150 миллилитров маточного раствора и разводим 10 литрах воды и по пол литра опять же под каждый кустик это мы с вами провели первую подкормку лучше эти все удобрения вносить раздельно сначала калийные потом идут азотные и потом уже фосфорные удобрения вторую подкормку мы будем делать когда начнется цветение и опять же мы будем ее делать раздельно сначала опять же калийный ну калийных на 2 во 2 подкормки уже будет больше уже будет 35 грамм калийных колею то самого сульфата калия на 10 литра воды почему потому что калий отвечает за цветение и плодоношение все остальное остается прежним фосфор и азот и третью подкормку меняется только сульфат калия там уже вложим 40 грамм на 10 литров воды все остальное остается так таким же как как и прежде хотя мочевины можно положить там к примеру одну чайную ложку на 10 литров воды как бы мочевина нам уже не нужно это можно сказать во второй во втором по 2 подкормки мочевины можно положить меньше и положить в третьей подкормки мочевина опять же одну чайную ложку на 10 литров воды какие минеральные или органические удобрения относятся к азоту фосфору калию ну к азотным к чайную ложку относится аммиак аммиаченная вода карбамид это та же сам мочевина селитра аммиачная калийная селитра натриевая селитра кальциевая селитра это все относятся к азотным к фосфорным фосфорная мука либо костная мука это как бы варанические удобрения и уже простой супер фосфат либо двойной суперфосфат это же относится к минеральным удобрениям ну и калийные удобрения это у нас свильвенит это калийная соль сульфат калия калия карбонат древесная зола либо торфонная зола в основном я использую древесную золу делаю вытачку с древесной золы также можно использовать фосфорными удобрениями это костная мука как бы на рынке и можно купить продается для корма животных так что с этим не катя проблем не будет и так какие же органические удобрения можно применять для выращивания перца как в открытом грунте так и ворожках на подоконнике на лоджиях самое основное это плодородие почвы так как я выращиваю гумусных червей у меня гумусов в избытке в каждую лунку я ложу по пригорчине гумуса и перегноя все это перемешиваю добавляю туда золы для начала роста и нормальной вегетации растения вплоть до уже такого вот растения вот посмотрите видите у него тоже цветы цветоносы он в развилки появились а у нас появился коронный цветочек его надо обязательно удалить обязательно главное не жадничать это надо обязательно убрать почему потому что прекратится формировка развилочки это самое основное что нам нужно развилка вот смотрите я убрал теперь вот эти вот цветочки которые по краям они начнут потихонечку потихонечку нарастать и будьте больше и больше здесь и крестовина соответственно развилка соответственно станет больше так как это растение высокорослое довольно таки вот видите пасынки это все надо обязательно удалять растение нормально сформируется вот в эту почву я ничего не вношу почему потому что здесь очень очень много гумуса также вместо калийных удобрений можно делать вытяжку золы это заливается я беру 2 литра золы потом эти два литра заливаю шестью литрами кипятка это можно прокипятить там очень много всевозможных рецептов так что можете выбрать я делаю так потом течение двух литров дней она мне настаивается беру литровую баночку и развожу на 20 литров воды литр на 20 литров если правильно сказать пол литра на 10 литров воды и поливаю растение это когда начинает уже засветать а так гумус делает свои дела сейчас очень много всевозможных я не на рынке просто нереально биопрепаратов биоподкормок так что вы можете посмотреть выбрать что-то для себя но самое самое главное ни в коем случае в этих препаратах не должно быть большого количества золота эти перцы очень прожорливые и вместо того чтобы сделать им хорошо им делайте плохо иначе взорвать как бы придется это все растение обрезать только потому что хочется чтобы она быстрее выросли выросла еще что хочу вам показать вот смотрите они у меня эти перчики стоят под деревом но все равно и кидка бывает попадает солнышко виде что получается когда попадает солнышко листочек побелел ну как бы эти нижние листья не нужны сейчас появится развилка эти нижние листья придется удалить смотря какая развилка и сколько на ней будет листьев если на ней будет очень мало листьев соответственно нижние нижнюю часть листьев какую-то мы оставим вот видите тоже азове смотрите какие это все почему потому что бывает 10-15 минут солнышко их растение довольно сильно страдает от этого самое главное не перекармливать лучше не докормить растения чем перекормить если подкормите свои растения птичьим пометом следует помнить что в нем очень очень нереальное большое количество азота с такими подкормками надо быть очень и очень осторожным вот так я готовлю баковую смесь и от ведра мне 20 литровые я набираю пол ведра растительности как сухой растительности так и зеленой травы есть у меня и крапива и одуванчики все на каждое такое ведро я добавляю по чайной ложке гумато калия каждое ведро по чайной ложке фитоспорина м он способствует быстрому разложению растительности идет довольно быстрый процесс ферментации брожения и также сюда добавляется вытяжка гумуса я выращиваю червей и вот настою гумус и добавляю это просто шикарная сам не к это самое лучшее удобрение для перцев до куда мы выглядит у меня в ведрах запах конечно стоит невероятный вот такого вот настоя я беру литр литровую банку на 10 литров воды остается у меня где-то пределах четырех пяти дней уже как начинает сильно хорошо бродить тогда я начинаю уже его использовать сегодня 10 июня вот один из сортов хабанера уже плодоносит цветет вовсю тоже кустики это рассада была высажена ровно месяц назад этого мая если вы будете придерживаться агротехники выращивания ровно через месяц ваши растения начнут свести и плодоносить так что для этого нужно первое правило нужно приучить вашу рассаду холоду засухи и яркому солнцу так как вы выращивали их квартире потом выводите в открытый грунт многие задают мне вопросы вывез высадил два-три дня все сгорело что делать не стоит сразу выбрасывать рассаду это вырывать я чуть попозже покажу у меня есть такая рассада оставил ее уехал домой ведь сильный ветер был сетку скинула соответственно все погорело я вам покажу что с этой рассады происходит через время для начала вам нужно будет приучить рассаду засухи этого самого-самого детства и и самых маленьких как только они зашли надо обязательно его подсушивать второе как рассада уже появились и появились два настоящих листочка вы ее пикировали пересадили в большие емкости надо выносить на холод выносим на час потом на два на три на четыре и так соответственно до 12 14 часов чтобы она была у вас на холоде точно также мы выносим на солнышко вынесли на полчаса на час на два на три и так до тех пор пока наше растение полностью не адаптируется к солнцу и обязательно надо применять вот такую вот затеняющую сетку эта сетка способствует притянению растения температура если к примеру вне сетки где-то 30 градусов то под сеткой будет где-то 20 предел 27 градусов растение надо обязательно мульчировать тут удерживаясь влага хотя под сеткой влага удерживается на три иначе бывает на четыре дня дольше чем к примеру не сетки в обычном открытом грунт и отрывы солнечными лучами это быстро высыхается трескается земля здесь соответственно как вы видите а мульчирована так теперь идемте я вам покажу что бывает с перцем который попадает под прямые солнечные лучи и что от него остается вот что случилось фуджи локи фуджи локи пить неделю назад есть торчали одни палки видите сформировалась сформировалась а точка роста он куча всевозможных пасынков здесь была только одна верхушка вот эти вот листочки появилась новые листики смотрите сколько наросло так что если у вас случилась такая беда что все сгорело листья посыпались не спешите вырывать растения посмотрите сколько пасынка можно сформировать любое растение вот видите здесь вот внизу смотрите сколько же прибеги крупных навеси вершок сильно пострадал хотя здесь нормальный можно было срезать и сформировать нормальное растение теперь все вот эти вот пасынки мы удаляем так как . роста у нас есть здесь тоже . роста есть тоже будем удалять тоже это все-все-все удаляется небольшое солнышко так как у меня рассады очень-очень много и врачей в квартире закаливать всю рассаду нет у меня возможности произошло такая приеде хорошо хоть только один сорт подарил виде как или составить смотрите вот на верхушке формируется новые вот это все все даже удаляться если к примеру вас на вершке вообще ничего нет можете оставить любые 2-3 пасынка какие сформируются самое лучше оставите все остальные потом удалите вот смотрите . роста есть и уже сразу пошла и развилочка здесь вот который отращал одна палка вообще ничего него вот смотрите здесь у нас есть вот . роста я ставлю два верхних еще пасынка на всякий случай это все все надо удалять удаляем это растение отстала на две недели в росте через две недели она догонит все остальные вот такой вот у нас получился конфуз все оставляем через две недельки эти растения уже будь шикарными так что не спешите удалять если вы растение хоть как-то приучали к засухе это растение довольно быстро адаптируется набросая целую кучу пасынка так что таким способом можно спасти такие растения на этом я заканчиваю может быть я что-то забыл сказать обязательно пишите в комментариях я отвечу на все вопросы дан какую-то консультацию если кому-то нужно будет пожалуйста не стесняйтесь пишите всем пока и больших вам урожаев